Добрый день! С вами Ирина Багнюк, канал Усадьба Багиры. Я уже показывала лиственницу в своем саду, рассказывала о принципах обрезки ее, о принципах формирования, как больше об обрезке, что можно, что нельзя делать, когда можно. Но там у меня лиственница японская, она в принципе со стелящимися побегами, поэтому принцип формировки там определенный, так скажем, надо укорачивать побеги и что-то наоборот, если хочется вертикаль больше, то вертикаль поддерживать. А часто в садах или в садовых центрах продается, или уже есть у людей в садах, лиственница европейская, она более распространена, вот, и ее часто боятся сажать в саду, потому что это быстро растущее дерево, растет до 30, метров в высоту. И, собственно, очень быстро его нижняя часть теряет декоративность. Как бы могут позволить ее только в очень больших садах, чтобы она была красивой. В не очень больших и в средних это сложно. Но я хочу показать, как с нее можно сделать что-то миниатюрное и в то же время будет симпатичное, красивое, и в то же время это вот из такой большой. Вот я купила пару дней назад такой саженец, вот могу его, так вот, чтобы он попал в кадр. Вот большой, больше метра, наверное почти полтора метра уже. Вот такой вот. Так скажем, в чем-то он хорош, у него много вот ответвлений, но в чем-то он не очень хорош, он уже был по скидке. То есть вот в конце лета, сейчас середина августа, в конце лета растения, которые не были куплены по каким-то причинам. Вот, к примеру, если его рассматривать как огромное дерево, то вот посмотрите, вот у него неровный ствол. То есть вот он тут был или обломан, или прищипнут изначально, и ствол пошел не очень ровный. То есть не все возьмут такое дерево, поэтому вот он в садовом центре застоялся, этот саженец. Вот такой вот. Значит, ничего я с ним еще не делала, кроме одной вещи. Тут была палочка, и вот это было ровненько так привязано. Вот. Единственное, что я сделала, это удалила эту палочку отсюда. Вот. Значит, у него тут немножко даже чуть-чуть желтоватые листья, но в то же время есть вот молодые побеги. Вот они хорошие. Это вот, если вы выбираете, потому что если есть в саду, это одно, а если вы выбираете купить для формировки, то обращайте внимание, чтобы были молодые побеги хорошие. Вот их тут довольно много. Их видно. Они отличаются по цвету. Они светло-зеленые. Вот они. То есть выбираем, чтобы он был более пушистым, этот саженец. Во всех местах. И внизу, и выше. Независимо от того, что вы будете делать. Как можно больше ветвей, и как можно больше молодых побегов. То есть он здоров и хорош. Вот. Значит, что из него можно сделать? Ну, самое простое. Что можно из него сделать? Это, так сказать, шарик на ножке. То есть, когда выстригается низ, и стрижется шарик на определенной высоте. Соответственно, в таком случае выбираются более ровные саженцы. Они вот такие кривые, как вот мой. Более ровные. Или если мы на низкой высоте хотим сделать шарик, тогда можно и так. Ну, это самое простое. Единственное, что сразу, если вы хотите такую стрижку, сразу низ не обстригайте. Это очень важно. И об этом я буду говорить. Это при любых стрижках. Это будет чуть позже. Вот. А так вы формируете, укорачиваете. И постепенно он обрастает, постепенно приобретает в форму шара. Но мне хотелось другую форму, поэтому я выбрала, во-первых, такой кривой. Мне это уже важно. Лучше было бы, конечно, его формировать недели три, а то и четыре назад. Тогда он был бы более гибким, потому что я буду его изгибать уже не такой гибкий ствол. То есть, вверху он более гибкий, а ниже уже сложнее. Поэтому в зависимости от высоты, какую вы хотите сделать, выбирайте время. Ну, вот как бы этот мне попал в это время сейчас, поэтому будем работать с тем, что есть. Значит, что я хочу из него сделать? Вот, если кому понравилась та моя лиственница в саду, она в форме водопада, но у нее как бы есть и свои такие предпосылки к этому в силу сорта. А эту я сделаю тоже приблизительно в такой форме. Значит, что я, ну, чуть-чуть другой, но как бы по сути, что я хочу сделать? Значит, вот эта вот большая кривая, как в итоге, вот я убрала палку, и видно, что она кривая, что меня радует. Эта часть будет изогнута вот таким образом. Вот, не знаю, как будет лучше видно за количество ветвей. Значит, она будет изогнута. Эта будет основная, она будет довольно длинной. То есть, вот уровень земли почти до земли. Потому что она тут так хорошо, вот у нее хороший уже побег такой. Все, это есть. И вот эти, вот эти вот будут тоже вот так изогнуты. Две. И это тоже. С ними чуть-чуть будет сложнее работать по той причине, что вот здесь они были обрезаны, и вот это вот наросло новое. То есть, если бы у нас этот побег не был... Чтобы было видно. Это вот, чтобы как выбирать, когда вы хотите какую-то подобную форму. Желательно, чтобы этот побег не был обрезан. Тогда он будет более плотным в этом месте и будет хорошо свисающим. Вот как первое я показала, центральный побег, с ним легче работать. Но когда бывает, что вот он был обрезан в начале лета, вот это наросло новое, смотрим, чтобы основной какой вот идет у этой ветви, который взял на себя, так сказать, стал основным, да, на этой ветве, чтобы он тоже был уже хорошо не тоненький, потому что такой тоненький нельзя прикрепить ни к чему, он испортится. А вот уже такой хороший, более сильный. Ну вот, значит, это что мы будем делать. Сейчас еще о том... То есть, хотелось бы, если мы будем делать всего 4 ветви пригибать, и будет такая вот форма фонтана, так скажем, да, то хотелось бы вот это все выстричь, потому что оно, во-первых, мешает работе. Как я уже сказала, не надо это сразу стричь. Значит, вот сейчас она такая довольно еще не толстая, такая стройненькая. Если мы все это сейчас выстрижем до того, что нам надо, неважно, это форма шара, и мы вот досюда выстригаем, а дальше формируем, или форма водопада, или форма просто изогнутая, или мы хотим просто прищепнуть и формировать ее как деревце, как делают часто бонсайи, то вот эти вот не надо обрезать по той простой причине. Пока они у нас есть, эти ветви, они работают на утолщение ствола. Если мы все это сейчас, вот пока она в таком состоянии, именно на состоянии такой толщины, все это сейчас обрежем, то ствол у нас будет очень медленно утолщаться. Поэтому в итоге, особенно если это делается штамп, вернее не штамп, а вот шарик на ножке, штамп это привитые разновидности, то он со временем будет у нас гнуться, он может быть не наберет силу, он будет тонким. Если мы делаем любые другие формы, то тоже нам надо, чтобы он был как можно толще. Более быстро набирает он толщину, если у нас есть ветви боковые. Поэтому их мы не убираем. И максимум, что я с ними сделаю сегодня, это я их укорачиваю некоторые. Чтобы они, если это точно мешающие работе, и точно они будут убираться, то можно их укоротить. Работать будет проще, и потом ухаживать за ним будет проще. Но в то же время, пока эти не буду трогать, когда все согну, сделаю. Но обрезать их совсем ни в коем случае нельзя. Самое раннее это на будущий год. И то, возможно, какие-то будут более толстые, будут обрезаны, а тонкие я их буду оставлять, чтобы они стали толще, они утолщают ствол, и это будет лучше. Что будет новое расти, оно будет расти. Лиственница очень благодарная в этом плане растения. И если вы укорачиваете верхушку основную, что-то производите обрезку, то появляется много даже на уже таком стволе, и даже на более толстом стволе появляются еще новые побеги. Они будут тоже временно оставлены, до той поры, пока ствол меня не будет удовлетворять, в том смысле, что он не согнется, не сломается, он будет более прочным. Ну вот, значит, теперь приступаем. Тут работы много, но она довольно интересная. Значит, что нам нужно будет? Теперь, если она у вас в саду, растет уже, можно ее формировать в саду. Если она у вас только куплена, вот как вот эта, во-первых, мне проще вам тут показать в таком виде, чем в земле, во-вторых, это, в принципе, легче сделать сначала вот в горшке, после чего уже высадить, так сказать, частично сформированное растение в сад. По этой причине я буду в горшке это делать сейчас. Значит, так как это садовая в итоге будет, так сказать, садовый бонсай, то для садового бонсая не используют проволоку, по причине, что в саду растения растут быстрее, чем в пложке, и поэтому проволока может врезаться очень быстро. Поэтому используют оттяжки, то есть когда ветвь, если предполагаем это в саду, мы вводим в землю какой-то там штырь, еще что-то, и к нему притягиваем с помощью каких-то материалов, кто чем пользуется. То есть притягиваем, или как-то мы изгибаем, и иногда вешают грузы, иногда какие-то там еще приспособления, палочки используют, но не используют проволоку. Так как он в дальнейшем будет в саду, я буду делать именно так, только с той разницей, что тут я не могу ничего воткнуть, он у меня в горшке, но именно эту формировку я уже делала, все хорошо проходит, можно сделать и таким образом. А потом можно пересадить, и она будет еще в горшке расти какое-то время, по разным причинам. Иногда люди так и выращивают их в контейнерах, просто в больших, или можно пересадить в сад, то есть это вот такие. Но формировка уже будет, и это можно легко сделать. Значит, что мы делаем? Выбираем самую-самую основную, вот она большая, смотрим, как она изгибается сама по себе, то есть какая она кривая, и в какую сторону ее легче загнуть. В силу ее вот этой кривизны, казалось бы, что ее легче, вот, беру, вот, казалось бы, раз она сюда сама пошла, ее будет легче сюда загнуть. Но вот как только я убрала палку, она сама стала клониться немного, слегка сюда. Поэтому, немножко слегка ее, пригибая в разные стороны, определяем, куда мы ее будем сгибать. Значит, вот она, вот она вот так получается. Что можно сделать? Если у нас вот здесь до конца идет еще более, то есть, если бы мы могли ее глубже согнуть, то получается, вот эта более плотная часть у нас была бы на уровне, вот, низа ствола. Тогда мы прямо к низу ствола это будем привязывать. Так как у меня она уже выше, и так сильно она не сгибается, сгибается только эта часть, чтобы ее не травмировать, то я буду ее чуть-чуть иначе привязывать. Значит, все покажу, будет это видно. Значит, что мы делаем? Выбираем, выбираем место, где она хорошо у нас гнется, и чтобы у нас получилась форма, которая нас интересует. Пригну, покажу. Значит, если мы ее сильнее изогнем, получается, вот, надеюсь, видно, практически наизлом и некрасиво. То есть такая вот. Поэтому мы ее изгибаем вот так слегка. Вот. И определяем. То есть, просто вот так изгибаем и смотрим, где мы можем прихватить ее и привязать. Значит, получается где-то вот в этом месте. Так что, между вот этими веточками делаем свободную петлю, сильно ее не затягиваем. Хотя тут, чтобы не упала, чуть-чуть сильнее, но просто потом, впоследствии, будем следить. Я ее делаю... Сейчас. Так. Вот так. И бантик. Один. Одинарный бантик. Это впоследствии будет легко, когда она чуть-чуть подрастет, будет легко этот бантик развязать. Хвостик вот я оставила большой, чтобы можно было ее ослабить, чтобы она не вросла. Значит, вот мы ее закрепили, после чего аккуратненько выбираем место, где она будет крепиться к стволу. в зависимости от того, как она гнется, мы выбираем место, чтобы ее не повредить. чтобы не сделать ей... чтобы она не начала трескаться тут и ей будет плохо. То есть, вот сколько она может, столько гнется. Выбираем хорошую, так сказать, полукруг, как получается. Вот. и привязываем. Вот. Сильно плотно к стволу не надо. Так. Слегка свободная петля, чтобы она не врезалась. Вот мы сделали основную нашу ветвь. Вот. Вот она готова. Значит, если бы, как я уже сказала, если бы она здесь была более плотная, то можно было бы прямо вот здесь привязать. Это будет проще, удобнее. Но здесь нельзя. Она, скорее всего, загнется вот так, а то и будет, ну, будет сползать. То есть, не получится. Выбираем место. Иногда приходится и выше делать, в зависимости от угла этого и как будет. Так. Ну, и вот теперь то же самое мы делаем с остальными ветвями. Какие-то в силу, вот, что она была обрезана и получилась довольно ровная, они, как бы, получаются очень так топорно, неровно, но слегка их можно так же вот. Тогда не сильно изгибаем. Вот, то есть, если сильно, вот видите, получается некрасиво. Не сильно получается вот таким образом. Со временем она приобретет округлость и будет держаться. То есть, это вот получается вот тут. попробуйте. У каждого дерева бывает по-разному. У кого-то удобнее сначала к стволу, а потом к веточке. У кого-то удобнее наоборот. вот. Так. Продолжение следует... Я, похоже, не ту ветвь взяла, как бы планировала. Да. Вот. Вот это. Вот она. И теперь... Тут главное, когда их так много уже побегов, выбрать именно тот, который у нас в центре продолжает ее. Вот он растет. Можно из-за этого, но тогда уже иначе будет выглядеть. Так что вот дальше. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас они, возможно, будут не так прочные и не на ту глубину. Когда это будет частично обрезано, это все поправится и будет видно, куда нам какие-то ослабить, какие-то чуть-чуть. Наоборот, надо плотнее привязать и согнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Уже приблизительно вырисовывается форма. Значит, когда вы основные... Вот у нее будет лицо. Так как она у меня в горшке, я на данный момент могу выбрать ее лицевую сторону. Если она уже у вас в саду растет, то это чуть-чуть иначе можно, не всегда можно поменять. Значит, вот у нее будет лицевая сторона. Это те ветви, которые точно будут согнуты. Вот эту, наверное, чтобы не было сильного. Хотя, в принципе, неплохо она выглядит. Вот. Значит, когда основные вот так сделали, которые хочется, уже тогда после этого можно обрезать слегка то, что нам точно не нужно. То есть, определяемся вот теперь. То есть, можно сделать и иначе. Можно сделать еще какой-то ярус. Вот этот очень близко будет к ветве. То есть, вот у нас вот это будет. А если сделаем тут, довольно близко. К этой, к этой. Не очень красиво. Ну, то есть, надо покрутить, посмотреть. Ну, в принципе, можно сделать и вот здесь. Вот эту вот. То есть, как кому хочется. В зависимости от высоты этого саженца. В зависимости от всего. Что мы делаем потом? Значит, как мы определились. Значит, вот эти ветви мне не нужны. У меня будет три и одна вот выше. То вот эти я могу тогда... Вот они. Вот я ее оставляю. Но вот эти вот хвостики ее вот так убираю. Вот. Вот так. Вот тоже. Таким образом. Вот таким образом мы уже будем лучше видеть, что у нас все-таки получается, что у нас вырисовывается. Так. В ближайший год они будут слегка портить картину, которую мы хотим в итоге получить. Но для будущего нашего деревца это важно. Поэтому обрезать совсем мы их не будем. Вот пускай себе так. Топорщится как будто так и надо. Вот. Вот. Вот еще одна осталась. Эти тоже. И теперь, значит, что будем делать вот с этими. Так как я хочу водопад сделать. Сейчас уже более видно, значит, что я хочу добиться. Я хочу добиться, что сейчас вот мы будем их обрезать. И с помощью обрезки этой, последующих, я добьюсь того, чтобы вот эта ветвь, вот так она, вот, она вот тут вот вся была такая зелененькая. То есть она будет вся-вся-вся в хороших таких зелененьких точечках. То есть у меня будут четыре таких зеленых, свисающих, как вода, или как, не знаю, как сказать. Вот. Значит, для этого вот это вот все, что идет вверх на этих ветвях, оно нам не нужно. И срезаем мы его. Если есть почечка в самом вот внизу, чтобы было удобнее. Вот. Вот тут вот проснется почка. Я не знаю, получится ли. Камера вот тут. Вот до нее мы срезаем. Вот таким образом. Вот эта верхушечка не нужна совсем. Она срезается под корень, можно сказать. Вот таким образом срезаем эти верхние. Как я уже при... Вот такие маленькие. Вот. Можно оставить, чтобы она там почечку сделала. Но в принципе можно сейчас уже и убрать сразу. Вот. Тоже одна почечка там будет. Как я уже упоминала в прошлом ролике, она очень благодарная. Ее можно стричь в любое время. Практически в любом месте. Даже толстый ствол, если мы лишим полностью веток и пострижем, он все равно даст побеги. То есть вот. Так вот мы это все срезаем. Вот тут хорошо видно почку какую, я говорю, оставить. Вот она. Вот она очень-очень близко. То есть если нам хочется, чтобы тут была ветвь, вдруг нам так хочется, то тогда мы оставляем больше почек, где она будет ветвиться. Если нам хочется ее оставить, можно оставить здесь вот так вот вырастить. Снизу будет довольно красиво. Тогда мы выбираем ту, которая снизу, и так вот их, то обрезаем там, где нам надо. А так как мне надо, чтобы вот это все стало, вот они вот, как бы видно сейчас задумку, вот так вот, да, и вот она вся-вся-вся будет зелен. То я обрезаю, оставив только вот эту почку. Обрезаем непосредственно возле-возле почки. Вот таким образом. Какие-то обломанные веточки тоже. Вот мы ее так стрижем. Если вам кажется, что ветвь уже очень большая, очень плотная, толстая, и кажется, что там ничего не вырастет одно, оставьте две почки. Посмотрите, увидите, что они проснутся. И тогда спокойно обрежете еще. В принципе, вот эту вот самую-самую верхнюю ветвь, когда мы так загнули, иногда можно так загнуть сильно, можно слегка, можно ее вот тут еще так вот. То есть, предположим, она была бы длиннее, ее можно, я уже делала так, ее можно загнуть и вот тут вот соединить также какой-то веревочкой. И она будет у нас вот так в итоге потом такой загнутый хвостик. То есть, когда мы потом освободим, будет так хорошо. Вот. Судя по высоте, я ее просто здесь вот так прищипну. Вот. Все. И она начнет у нас давать здесь почки. То есть, они начнут просыпаться, тем более, что это основной побег. То же самое делаем и с остальными нашими. Вот. Теперь видно, что она чуть-чуть у нас тут изогнута не так, как хочется. Такой острый угол и в сторону. Ну и можно теперь все это исправить. Можно даже вот так закрепить. Потом она окрепнет и эту часть я впоследствии потом согну. То есть, в зависимости от ветки, какая она ветвь, мы делаем различные по-разному их сгибаем. Придется сделать узелок, потому что, когда бантик, то оно будет уходить дальше. Но так как я тут оставила более-менее свободная петля, вот, спокойно проходит, то ничего страшного. Потом вот эта часть окрепнет и я ее смогу вот так или даже вот вот сейчас видно, что вот тут можно ее прикрепить и уже не будет вот тут излома, как изначально получался. То есть, вот теперь можно сделать. Так, а это у нас выходит здесь. конечно, первый год она будет выглядеть из-за всех этих веревочек не так привлекательно, но зато вы сможете сформировать то, что вам хочется самостоятельно, потому что в принципе, когда в садовых центрах нам продают какие-то такие сформированные, то они тоже когда-то выглядели вот так непривлекательно, а потом стали очень красивыми. растениями. Так, чуть-чуть туже. вот и все то же самое. Смотрим длину, какую нам хочется. Можно длину сделать все одинаково, будет один вид, можно сделать по-разному, то есть, кому как хочется, то есть, прищипываем. и вот эти вот веточки также все они уже вот сейчас покажу, они уже полуодревесневшие становятся такими слегка, поэтому их можно спокойно срезать. Эти можно пока оставить, они также сформируют здесь хорошую почку, тоже все это срезается. и тут уже пока оставлю. Вот. И то же самое здесь. Сейчас мы все это обрежем и так как тут тоже получается угол такой не очень красивый, то возможно также слегка будет изменена ее подтяжка к основному стволу. стволу. вот здесь у нас здесь у нас чуть-чуть тоже изогнута, так что мы ее попытаемся по-другому притянуть. вот таким образом. так и эту тоже сразу вот так сделаем. Так. Вот здесь. Вот здесь. лишние веточки и также ее слегка прищипываем. Чем хороша лиственница, тем, что когда вот вы чуть повредили хвою, то это не страшно, так как все равно будет новая расти. Вот. И это точно так же. Главное случайно не обрезать ту, которая нам нужна. и так вот 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 Продолжение следует... 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 все крупные срезы. Иногда вроде все обрезалось. Потом видно, что надо было их глубже. А если хочется, чтобы тут были маленькие отросточки, тоже в итоге зеленые, тогда соответственно не так глубоко обрезаете. Ну вот, собственно, что с ней получилось. Значит, что я с ней буду делать дальше. Так как она у меня какое-то время будет жить в горшке, я ее пересажу. Пересажу просто в больший горшок, потому что, как видите, хвой немножечко портится. То есть тут ей уже очень мало места. Поэтому я возьму больший горшок. Лиственница любит питательные, но такие легкие почвы. То есть я возьму две части компоста, часть торфа и часть песка речного. Сажается в горшочек, хорошо поливается. После всех таких процедур обязательно опрыскать, потому что хвойные очень любят опрыскивание. Это хорошо, поэтому обязательно это сделаем. Особенно после всяких вот, так сказать, порезов, погнутей и всего такого. Потом поливать. Ей нужно, чтобы влага не застаивалась. То есть полив, она должна быть слегка влажная, но не должна застаиваться влага. Поэтому полив смотрим, чтобы вот таким образом получался. Если вы хотите ее посадить в сад, то уже можно вот прямо сейчас посадить в сад. То же самое опрыскивать почаще. Единственное, что после таких вот вмешательств в ее жизнь лучше бы ее не ставить на полное солнце сразу, на яркое солнце. Поэтому возможно, если есть возможность не сразу пересадить в сад, а пересадить в горшочек побольше и убрать в полутень где-то, где не будет ярких лучей солнца. Потому что вот все эти вмешательства, они ослабляют растение все-таки, чтобы оно пришло в себя. А потом через две недельки хотя бы пересадить уже в сад. Она хорошо растет на ярком солнце. Ну вот. Или притенять ее первое время, когда высадили, той же нетканным материалом притенять в яркие вот именно в полуденное солнце. Вот. Вот это все остается как минимум сейчас середина августа до будущего года. В этом году она еще успеет дать новые побеги. Это я все точно знаю. Так что некоторые почки проснутся уже в этом году и будут более зелененькие. Вот. Так что ее продолжение я покажу, как обычно. Покажу, что когда буду обрезать эти побеги и какие буду обрезать, а какие не буду. Это я все тоже покажу. Так что следите за следующими роликами. И будущее весной. Он будет в горшке. Будет как бы процесс. Буду показывать. И в итоге вы увидите, что в итоге получится. Получится то, что я задумала или нет. Ну вот. Так что пробуйте, делайте. Пишите в комментариях, какие формы и что вы делаете с лиственницами. И если никогда ничего из хвойных не формировали, то лиственница это то, с чего можно начинать сделать ошибку. Здесь очень сложно. Она очень легко восстанавливается даже после серьезных ошибок. Так что вот. Подписывайтесь на канал. Удачи!